Ну, вот и перерыв закончился, как говорится, в футзале долго не поотдыхаешь, целую минуту-две, а учит того, что задержались фасад с приездом, то, конечно же, минимальный перерыв он был, ну и прежде всего, психологический второй шанс для Олд Фрэнса как-то сыграть по-другому. Для меня лично, как для игроков, которые в свое время тоже играл в турнирах, могу лишь озвучить одно, мне очень всегда интересно было играть против голкиперов, которые хорошо стоят на воротах, потому что, переиграв такого вратаря, очень приятно ощущать то, что ты забил гол и смог, будем так говорить, подпортить настроение достаточно сильному голкиперу. Так вот я к тому, что я думаю, что лишь только мотивация должна служить для Олд Фрэнса переигрывать голкипера команды дизайн-фасада, сегодняшнего голкипера. Причем два вратаря достаточно сильных, и очеретяны, и клюй. Черетяны вообще невероятный сезон, хоть и мало игр сыграл, но пару таких сейвов сделал, что, конечно, складывается впечатление, что может это делать каждый раз стабильно. Искра, вот она борьба, вот он характер, но стоило ли так много тратить энергии в этом моменте, конечно, только Дмитрий знает, у него был шанс, Гордеев, Сергей на Павленко, Павленко на Гордеева и Фанов не обыгрывает здесь таким образом в ходу. Драговоза и ударная позиция, и также прострельная, даже на простреле этот сын намного эффектнее смотрится. Гордеев, Гордеев на Павленко, закрывает он позицию, классное открывание от Александра, сбрасывает на искру. Неприятнейший рикошет и справляется вратарь. С данными трудностями справляется на ура. 3-3 по сейвам, таким образом. Я буду так говорить, что такие рикошеты по-настоящему заставляют выглядеть нелепо, потому что ты не знаешь, как реагировать, правильно, как отбивать такие мещи. Людь. Сыграл на Завирюху. Завирюха на Драговоза. Гордеев. Быстрее попытался отдать передачу, и, казалось бы, уже был бы шанс. Хороший проход Николай Щезюк. Но тут нужно не выключаться старым друзьям. А они немножко потеряли оборону. Клювый. А почему бы с носка не пробить решил вратарь команды фасада. Это Карпук на Ведмеденко, Алексей. Скрытый навес, черпачком. Фанов принимает, играет на центр. Хорошо, Павленко. Удар явно слабоват. Чесюк. Зверюха. Драговоз. Алексей Ведмеденко навешивает на искру. Подчищает, как всегда, десятый номер. Дальний удар от Алексея. Слишком далеко. Метров 17, может быть, 18. С учетом того, что это угол, то еще меньше шансов забить. Искра. Хороший дриблинг играет Наифанова. Клюй на Драговоза. Хороший дриблинг. Сориентировался как следует 11 номер. Удается двоих раскачать. Карпуха переиграть не смог. А гол был бы, конечно, знатный. Понимает это Евгений. Драговоз на Зверюху. Снова Драговоз. Устроватый угол явно был у Евгения Таржинский. Драговоз на Зверюху. Бег. 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 Время! Солодец! Стоват, Крест! Сиди, в бок! Сиди, в бок! Садись! Время подпрыгивал Полищук, конечно, что говорить, трудности были бы у Карпука, обошлось без них, свои помогли. Ведмеденко, дороговоз, классно прочитал хороший подбор от Евгения, тут ошибается Николай Щистьюк, сразу же надо контратаковать Олд Фрэнсу, искра на Ведмеденко, ничем это особо не заканчивается, медленнее сейчас думают старые друзья и выглядит это не настолько опасно и стремительно, как, наверное, хотелось бы того команде. Искра, Саржинский, классный пас от Саржинского, но ничем это особо не закончилось и чуточку бы раньше. Наверное, попробовал бы Полищук ускориться, возможно, этот момент стал бы решающим в достижении забитого мяча. Еще одного. Саржинский. Как следует, там приклеился к нему зверюха и свободно разыграть не дал. Поэтому ему и пришлось бить в игрока, дабы заработать аут за своей командой. Интересное решение. Полищук на Счистюка. Зверюха. И вот таким движением неловким, но, казалось бы, мог забивать Николай. Павленко. А никого нет на прострельное. Зачем? Бить нужно. Александр был, а здесь? Драговоз. Наполеет Счука. Снова Евгений Драговоз. Скомбинирует сейчас фасад. Хорошо. Удается свободную зону-то найти и который раз уже пытался переиграть Карпука. Здесь Евгений Драговоз. И, как говорится, непросто. Сегодня непросто для вас. Клюй. С мячом. Сыграл на Евгения Драговоза. Евгений на заверюху. Ну, а здесь, друзья, вколотил, как следует, Счистюк Николай. Уже с передачи как раз-таки 10-го номера реализовали данную комбинацию. На 29-й минуте удается данную комбинацию сделать результативно. На счет 3-1 на табло. И всего лишь 10 минут до конца матча. Неактивнее стала игра Old Friends. Не выглядит команда так, что может как-то отыграться или сократить разрыв. Но гол, конечно, могут забить. Сблизиться. Но думаю, что это будет для них все равно непросто. И либо очень удача будет сопутствовать тоже в каких-то таких моментах. Заверюха на Полищука. Полищук на Клеве. Заверюха в разрез. Как же хороший этот пас. Там Карпук. Понятное дело, не останется в воротах, поэтому сглаживает всю прекрасность этой передачи. Гордеев. Полищук точно головой перебудет мяч на Чесюка. Тут пробрасывает. Обыграть не удается Гордеева. Снова из своей половины поля будут формировать команду. Атака. Заверюха на Чесюка. Дроговоз. Полищук. С пониманием перепасовывается сейчас. Дизайн фасад. Почему бы и скрыто не пробить спод игрока, который впереди там якобы перекрывает зону обозрения. Зону удара. Карпуку. Удар неточный. Тайм-аут бьет команда Дизайн фасад. Дэйд. Дайд. Почts. Дайд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хороший дриблинг от Заверюхи, играет на Чистюка, а Николаю не удается понимать эту передачу. Да и, честно говоря, даже сегодня сгасить немножко вот эти забеги Павленко удалось пока что фасаду. Как следует раскрыться не получается. Вроде бы и поле огромное, учитывая, что это максимально стандартные футзальные мерки. 21 на 42, обычно 20 на 40 в основном везде. Ведмеденко навешивает классно на Павленко. И что Александр будет делать? Он играет на Ифанова. Как следует, приходится потрудиться, чтобы поконтролировать мяч с дизайн-фасадом. И я смотрю, что это как следует даже и изматывает. Лолд Фрэндз. 3-1, напоминаю, счет. Гордеев. Ифанов слишком расслабленно подходит, не делает шаг вперед. Он там просто ногу выставь и что Павлов и сделал. И, будем так говорить, похоронил данный атак. Ифанов на Саржинского. Щисюк. Пинтит Николай Щисюк. Играет назад за верюха на Павлова. Драговоз. Щисюк. Ой, как близко-то в свои ворота. Не знаю, чьи это были крики. Скрытые достаточно. Но, наверное, это Вадим как раз-таки сопереживал, чтобы в свои ворота не перенаправить мяч. Клюи. Драговоз. Перекат от Евгения на Павлова. Скрытый прострельный. Пас на Щисюка не доходит до передачи. Хотя дубль у нас уже Николай Щисюк сделал. На секундочку. Улучшилась его голевая статистика, учитывая второй круг. На мой личный взгляд, и игра тоже улучшилась. Саржинский, Искра. Ну что, вот сейчас есть пространство сыграть направо. Ведмеденко. Тут, наверное, первый такой по-настоящему интересный момент у Улд Фрэнса. И он лишь сформирован только ошибка. Как раз дизайн фасада. Когда отсутствовал один игрок в защите, конечно же, было повыгоднее разыгрывать. Пространства было больше и было больше возможностей. Вот еще один хороший отбор. Снова Искра. Максимально полезен команде Улд Фрэнс в этой встрече. Да и вообще в многих. И тайм-аут берет команда Улд Фрэнс. Все-таки надеются дать бой. И почему нет? Улд Фрэнс в этой встрече. Улд Фрэнс в этой встрече. Снова Карпук. Вот так пятого подключили. А почему нет? Наверное, только бить не нужно в таких ситуациях. Нужно ждать стопроцентный шанс. Драговоз. Классно закрывает корпусом. Сыграл на Завирюху. Удаётся раскачать дважды. Друзья, драговозы. И у нас по лицу Карпук попадает. Да, вот такой ценой приходится сейф сделать Игорю. По челюсти. По всей видимости, попали мячом. Но Игорь держит удар. И аплодисменты от обеих команд в его сторону. И от партнёров, и от соперников. Игорь. Идмеденко. Павлия. Прошу прощения. Полищук. Иофана перехватывает. Саржинский. Драговоз. Гени на Завирюху. Пинтит. Завирюха пробрасывает. Удаётся дальше понемногу пройти. Но удар классно заблокировал Ифанов. И три футболиста. Нужно искре здесь ускоряться. Будет обыгрывать Дмитрий. Не лучшим образом это у него получается. И сам же мячом завладевает команда «Фасад». Дизайн Завирюха. Завирюха с мячом. Два футболиста уже активно в отбор. Это у нас был глухой угол. А нет. Нет. Всё-таки судья зафиксировал, что как раз таки мяч не от «Олд Фрэнса». Ушёл. Клёй. Саржинский. Комбинирует «Олд Фрэнс». Саржинский. Эфанов. Педмиденко. Хорошо. Достанет ли... Нет, достанет как раз. Но только другого сами. Свои. Карпук на искру. Карпук. Педмиденко. Но намного активнее стала идти игра. Как лишь включили пятого. Возможно, «Олд Фрэнс» на заметку возьмёт. Как раз пораньше это пробовать делать. Я лично не припоминаю, чтобы пять игроков на половине поля соперника было. Минута до свистка. И, как говорится, финального результата этой встречи. Педмиденко на Эфанова. Эфанов на Саржинского. Передачу как следует перевести не получается. Плещук на Дроговоза. Евгений. Один на один. Даже два на один. И Ищистюк сам в ворота залетает. А мяч за собой переправить не смог. Открытый футбол. Будем так говорить, под занавес, под самый конец. Ну, наверное, завершающий удар этой встречи. И вместе с ним угловой. Больше не остается времени. Счастил. И финальный швисток. 3-1 у нас результат сегодняшнего противостояния. И что мы можем сказать? Мы поздравляем команду «Дизайн фасад» с призовым местом. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует...